Умеет ездить вперёд-назад, влево-вправо и выкидывать голову свою. В общем, сейчас продемонстрирую. Ученики Балаковской фосагрошколы постигают азы точных наук в современной проектно-исследовательской лаборатории. Робототехника, физика, химия. Ребята проводят опыты, используя новейшее оборудование, которое появилось в 25-й школе благодаря поддержке компании «Фосагра» в лице Балаковского филиала АУ «Апатит». Цель этого проекта – это для того, чтобы ребята уже сейчас на практике осваивали инженерные навыки, опыты, проводили химия, физика, информатика. Я думаю, что именно это поможет им уже более осознанно в будущем выбрать свою профессию. В свободное время у ребят была возможность доступа к современным технологиям, робототехнике, информатике, физике. На практике это можно было попробовать, пощупать. Фосагра-классы появились в 25-й школе уже почти 6 лет назад. И за это время учебное заведение превратилось в фосагрошколу. А первые ребята, которые пришли сюда учиться в профильные классы, уже закончили вузы. Двое из них в этом году, получив дипломы, вернулись в Балаково и стали специалистами на Балаковском филиале АУ «Апатит». И нынешние ученики фосагрошколы, нацеленные на стабильное будущее, старательно изучают предметы, которые пригодятся им для поступления в технические вузы. Кое-кто уже сейчас планирует работать на Балаковском предприятии. Я планирую получать специальность в информационных технологиях, но работать на заводе фосагра тоже входит в мои планы, так как это очень хороший завод и позволяет получить очень стабильную работу и хорошую заработную плату. Благодаря поддержке фосагра 25-я школа стала настолько современной, что в профильные классы стремятся попасть лучшие ученики со всех школ города. В этом году конкурс был как в вузе, два человека на место в 10-м классе. Ну а поскольку эти ребята пришли сюда для углубленного изучения точных наук, то проектная исследовательская лаборатория им просто необходима. На данный момент, я думаю, в нашем городе, в других школах, очень маленькая вероятность встретить такую же хорошую лабораторию, с таким же составом оборудования, как здесь. Он дергает ушами и подаёт звуки, ну, как лаят собаки. Также он может уснуть, но это всё надо написать в программу. Модель, собранная на основе конструктора Лего, отдельно собирали пульт и роботы, и получается, не было никаких готовых программ, мы писали всё сами. Интересно было, мучились, пробовали разные всякие вариации. Собрать настоящего робота, прописать программу для его работы, сделать с помощью 3D-принтера макет здания, собрать электрическую цепь – всё это должны уметь современные школьники, независимо от того, на какую специальность собираются поступать. Мы сами себе иногда завидуем, потому что ещё вчера, ещё год назад это было нереально невозможно. В 10-м классе у нас ребята защищают свои проекты. В фосагроклассах – это проекты технической направленности. И поэтому вот здесь площадка для того, чтобы они смогли не просто теоретически рассмотреть вопрос, но и попробовать что-то руками сделать. В новых инженерных лабораториях ребята могут работать над индивидуальными или групповыми проектами. Здесь открыты тематические кружки. Педагоги говорят, что в перспективе классы могут посещать ученики других школ города, интересующиеся наукой и техникой.